Планку на коммунальные расходы собираются поднять с 17 до 22 процентов от дохода ярославцев. Получение субсидий для оплаты за ЖКХ по-новому. Если сейчас право на льготу имеют те ярославцы, кому коммуналка обходится больше 17 процентов от дохода семьи, теперь процент предстоит увеличить до 22. Повышение необходимо для того, чтобы прийти к федеральному стандарту, заявляют в областном департаменте ЖКХ. Если регион не увеличит предел максимального расхода на коммуналку, уже область лишится ряда субсидий. В случае неперехода на 22 процента мы с вами в следующем году решаемся автоматически всех федеральных субсидий по всем статьям. И здравоохранение, и образование, и жилищно-коммунальное хозяйство. То есть под департамент финансов, например, это более 10 миллиардов рублей. Поднятие планки позволит бюджету сэкономить за счет сокращения субсидий до 300 миллионов рублей. Это изменение затронет порядка 12 тысяч жителей области. Однако и они не останутся обделенными. У нас предложение для данной категории граждан, для данной категории граждан внести льготные тарифы, ввести льготные тарифы. В принципе, эта сумма составляет где-то 300 рублей с квитанции зимой, 80 рублей летом. Есть регионы, в которых при 22% сделано 10% для тех категорий, типа пенсионеров и семей инвалидов, которым не надо придумывать никакого больше льготного тарифа. Потому что то, что вы сейчас предлагаете с льготным тарифом, это все равно, что проезд в автобусах. Сначала дали льготный тариф для пенсионеров и военнослужащих, затем сказали, нет, они к этому не подходят. У нас есть федеральный закон, и они под это дело не попадают. Вопрос с повышением максимальной доли и субсидий льготникам должен быть проработан тщательнее, решили члены комитета. Рекомендовать правительству Ярославской области проработать вопрос о введении льготного тарифа для отдельной категории граждан. По сути, здесь работа должна состоять в следующем. Надо попытаться понять, или если уже это понятно, сформулировать, какие именно категории граждан у нас попадают в эту вилку с 17 до 22, и ввести для этих категорий граждан льготный тариф на коммунальные услуги. Вопрос о льготах будет вынесен на ближайшее заседание областной думы. Евгений Журавлев, Денис Лосев, День в событиях.